Как вы относитесь к инклюзивному образованию? Теперь объясните, что это такое. Ну, честно говоря, не мой опыт, но нормально. Нет, это, конечно же, неправильно. Им нужен особенный уход. Что значит инклюзивное? Это тип, который я себя включила? Вы знаете, я к этому очень хорошо отношусь. Очень хорошо. Очень хорошо. Мы учимся на клинических психологов, и поэтому мы это поддерживаем. Не сказал бы, что это будет здорово. Потому что мы еще не привыкли к этому. Надо подождать. Ну, я бы не против, например. Мое мнение закон, что это у меня дочь инвалидит по слуху. В этом ничего страшного нет. Ребенок же не виноват, что он, там, какой-то у него болезнь или еще что-то. Мне кажется, что все дети одинаковые. Ограничивать человека по его физическим каким-то особенностям, недостаткам, это, наоборот, было бы со стороны общества неправильно. В принципе, у нас был такой опыт. Ее одноклассник учился в обычной школе. Дети сейчас... Родители не объясняют своим детям, что этот ребенок, он такой же, просто немножко отличается. И ей пришлось перевезти своего ребенка в интернат для... То есть не пошла учеба там. Вообще-то нужно, потому что мы так долго, во всяком случае, в мою молодость, в мою юность и так далее, мы очень редко видели детей вот так вот просто на улицах. Вот. И мы думали, что у нас нет такой проблемы. А когда вот приезжаешь за границу и видишь, что даже на футбольных матчах люди с такими космическими колясками, и они сидят, они болеют, они... Это нужно, это нужно, чтобы народ видел, что у нас есть такая проблема, что это те же люди, они совсем не тупые, не глупые, а они... То есть способные люди и даже бывают очень одаренные люди. Ну и что? Что в этом такого? У человека похоже, ноги плохо ходят. Что он, разве не может себя, вот, допустим, в какой-то науке повести себя так-то-так-то? Я считаю то, что это совершенно нормально, это нужно поддерживать. У детей, как бы, отношения на своем уровне, и они друг к другу относятся спокойно, даже не замечая, там, ребенок, проблемный ребенок или больной ребенок, они совершенно нормально относятся. Собственно, толерантная вообще, как она относится? Нет. А почему так случилось? Ну, какая-то агрессия подростковая, видимо. Не особо. А почему так случилось? Ну, потому что они не считают то, что если человек инвалид, это он полноценный. Вот и все. У них какая-то неприязнь идет. Не очень сдержанно, потому что такими детьми часто издеваются. У нас не совсем толерантное общество. А что-то меняется в последнее время, по вашим ощущениям? К сожалению, нет. Лет пять назад начали проявляться вот эти вот моменты по телевизору, ну и так на слуху. Сейчас в обществе стали к этому относиться более лояльно. И видят, и, в общем, нет никаких усмеющих даже у детей, которые, может быть, не очень так все хорошо понимают. Заметно, что появилась как бы толерантность. Это заметно.